Предыдущая встреча президента с дипломатами и международными донорами прошла в этом же зале два месяца назад. С тех пор многое изменилось, сообщил собравшимся глава государства. В среду с учетом всех рекомендаций был подписан указ о подтверждении национальной стратегии страны до 2040 года. Так появился главный документ, где отражены и настоящие, и будущие страны, но уже качественно продуманный, с более комплексным подходом. Осталось только взяться за его реализацию, но прежде решить финансовую часть, к чему и призвал присутствующих президент. Документ будут реализовывать поэтапно. В эту пятилетку в планах, наконец, установить справедливую судебную систему. По многим законопроектам учтены ваши рекомендации, отметил Джейнбеков, обращаясь к донорам. Более того, сейчас идет работа по внедрению рекомендованных кодексов и законов. К 2023 году подотчетность судов будет прозрачной. Заседания будут проходить в онлайн-режиме, что повысит уровень доверия. Впереди предстоит такая же комплексная работа по развитию экономики. Ключевыми сферами определены энергетика, обрабатывающая и легкая промышленность, сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции и туризм. Единая информационная система Тюндук – программа ипотечного кредитования, доступной медициной и многое другое. Что запланировано начнет реализовываться, что уже начали внедрать, продолжат, отметил глава государства. В приоритете развития регионов. По проекту Тазасу в эти пять лет в планах обеспечить чистой водой 653 села, 26 райцентров и 22 города. И ввести 27 тысяч гектаров новых орошаемых земель. Для развития регионов, отметил Джейенбеков, пересмотрят систему управления территориями с учетом объективных социально-экономических процессов. Поручено задание разработать дорожную карту реформ. Рабочая группа, отметил глава государства, уже этим занимается. Но одних наших ушилий, к сожалению, на данном этапе недостаточно. Мы для решения задач развития нуждаемся в поддержке наших партнеров, в вашей поддержке, уважаемые друзья. При этом хотелось бы акцентировать внимание на эффективности использования донорской помощи. Сегодня я призываю все стороны и международные организации, и страны-партнеры, и наши государственные органы к оптимизации и своевременности принятия программ и проектов. Более эффективным использованием финансовых ресурсов. Всем вам известно, есть факты неосвоения госорганами уже предоставленную внешнюю помощь. Кроме того, считаю необходимым активизировать диалоговую площадку по координации донорской помощи между всеми странами на регулярной, постоянной основе. Реализация этой задачи возьмет на себе секретарь нацсовета по стратегическому развитию. Руководство над секретарем будет осуществлять руководитель аппарата президента, как института, отвечающего за вопросы развития страны. Сотрудничать международные доноры согласились, но выдвинули ряд условий. Правда, условиями-то их и не назовешь. Они скорее указали на некоторые обстоятельства, складывающиеся в стране, которые, если не сегодня, так завтра могут помешать реализации документа. Сначала условия, потом совместные проекты, заметили партнеры. Все страны проходят свой путь. Чтобы избежать ошибок, нужно изучать опыт других стран. Есть необходимость тесного планирования между партнерами и госорганами, а также разработка индикаторов развития. Мы хотели бы подключиться к работе по улучшению закона о стратегическом планировании, так как не все понимают связь между координационными программами и стратегиями. Мы хотим работать сообща, делясь информацией о финансировании, слабостях и пробелах. Хотим создать эффективную платформу, готовы налаживать отношения с новыми лицами. Но иногда замена политически ключевых лиц приводит к потере фокуса. Мы берем на себя обязательства по развитию, но, к сожалению, частые замены создают трудности. Мы продолжим инвестировать в проекты и программы, но своевременное подписание документов намного облегчило бы наше сотрудничество. Порой на нескольких стадиях документ нуждается в ратификации, и так как процесс затягивается, мы выбиваемся из графика. Правительство должно отрегулировать эту систему, в том числе и по подписанию двусторонних соглашений. Нужен прямой и простой механизм, включающий и президента, и парламент, уполномоченный принимать решения. Для повышения эффективности сотрудничества премьер-министр страны Мухаммед Калая Балгазиев пообещал, что встречаться с представителями международных организаций будет чаще. Ранее признал глава Кабмина, работа с партнерами была не очень системной. В итоге, еще раз отметив, что нецелевого использования средств ни в коем случае не будет, и все будет под его контролем, Сорумбай Джейнбеков заключил, что сегодняшняя встреча прошла весьма плодотворно. Мы хотели услышать, какие препятствия есть, и получился откровенный разговор. Я выражаю благодарность. Те вопросы, которые вы не можете продвинуть, озвучивайте здесь. Мы будем работать, продвигать диалоговую площадку. С тех пор, как мы стали независимым государством, мы получили до 10 миллиардов долларов помощи. 401 крупный проект реализовали. АБР, к примеру, занимался проектами дорог Бишкекош, Бишкекторугард, со Всемирным банком. Проекты есть. МВФ хочу поблагодарить. Я готов с каждым донором встретиться и обсудить. Нам нужны инвестиции. Мы должны создать предпринимателям условия, чтобы они могли получить выгоду. Не предоставлять им рыбу, а давать им удочку, чтобы они сами смогли ловить эту рыбу. Так отметил президент, необходимо сократить количество дублирующих и неподкрепленных ресурсами программы стратегии. В работе госорганов придерживаться принципа преемственности и стабильности, и по подбору кадров в том числе. Правительству совместно с парламентом предложено рассмотреть возможность оптимизации внутригосударственных процедур без ущерба качества реализуемых проектов. Также Кабмину рекомендовано активизировать работу по Совету по взаимодействию с донорами и уже следующую донорскую конференцию провести весной следующего года.